Россия против Америки. Школьные вопросы. Что вы знаете о России? У каждого дома флаг висит, они кричат Америка превыше всего. Их как национальную идею воспитали. Им глубоко по барабану. Они даже не знают, где Советский Союз находится. Можно там доехать на машине или нет. Ну, это они по привычке. Россия, может, так называют, я имею ввиду. Советский, потому что я сам советский. Я считаю, что нормально. Как вы шутили. Мир, дружба, жвачка. Как давно вы закончили школу? 2009. Я закончил школу 5 лет назад. Ну, в год назад. Это было время для меня. Я 53, так... Первое, что я хочу спросить, это как давно ты закончил школу? В этом году. Три года назад. В 78-м году. Лет 12 назад. Так получается, 11 лет тому назад. Вы хорошо учились? Эмм, я был правильный. Нет, не реально. Окей. Ну, я бы не сказал. Нет, я была в хорошем школе. Нет. Математика, физика, химия, тароки. До 8-го класса, да. А потом я понял, что надо 9-й, 10-й или бросать, потому что, если человек, допустим, не гуманитарий, а точной науки, остальные предметы надо ему факультативно немножко. Надо более-менее уже целенаправленно. И я хотел уйти со школы. Честно, не очень. Дома до 7-го класса неплохо. А потом... А что пошло не так потом? Футбол все постоянно, улица, всякие гулянки, с девчонками знакомство. Особо не до школы было после 8-го класса в Суворовское училище. Там уже пришлось нагонять. Был ударник. Ударник? Да. Я на уровне физики два пальца в розетку несу, и все нормально. А дальше мне не интересно. Ага. Я последние два года вообще почти не ходила в школу, просто гадала с КИК. Какие у вас были любимые предметы? Метра, сайта. Метра и истории. О, сайта и истории. Литература. МХК еще такая часть. Ну, потому что я поступаю в театральную. Мировая художественная культура. Не во всех школах, но у нас была. Поначалу истории. Геометрия, потом вот русский язык, литература. Русский язык я больше всего любил. Химия. Потому что там химичка была классная. В первую же очередь это физкультура. Уроки рисования, пение, биология. Какие предметы вы ненавидели? Хемистрия, биология, сайта. О, английский. Математика, физика, химия. Наверное, физкультура. Химию, физику. Углубленно. На уровне бытовой, пальцы в розетку несу, это все нормально. Но когда дальше пошли валентности, вот это все дела, это уже все, мимо меня. Откровенно, ребята, алгебру я не любил ее. Дроби там всякое вот это и потом подобное. Алгебра, геометрия, физика и химия, все. Остальные все нравилось. Историю хорошо учил. Медитативная пауза. Ребята, в наших выпусках мы спрашивали, что американцы думают о русских. Что русские думают о американцах. А теперь мы хотим спросить прямо у тебя, что ты думаешь о иностранцах. И спросить мы это хотим вместе с онлайн-школой английского языка Skyeng, наших хороших друзей. Школа Skyeng запустила очень масштабное исследование на очень важную тему. Как мы относимся к иностранцам. Ребята хотят выяснить, что нам с вами нравится в иностранцах, что кажется интересным, а что до сих пор кажется, ну, непривычным. Результаты этого исследования будут публиковаться на многих крупных порталах, ведь это действительно интересная и важная тема. Поэтому примите участие в этом опросе, в этой анкете, в этом исследовании. За участие в этом исследовании Skyeng подарит вам плюс 3 урока при первой оплате. И каждую неделю среди всех участников Skyeng разыгрывает бесплатный курс английского. Круто, правда? Поэтому переходи по ссылке в описании и пройди опрос. Чему равняется квадратный корень из 144? 244 244 8 12 12 Я знал это, что это было... Не знаю 12 Да, у меня было 6 или 12 Круто 12 12 12 Ооооооооу Мне сказано 288 так... Что там? 12 12 Я не знаю Радиус Я не знаю этого Радиус Ты знаешь Я имею в виду Радиус Это как паи О, это радиус Ты измеряешь толщину предмета А вот половина Половина диаметра Половина диаметра Радиус Радиус Да, называется Радиус Какой буквой обозначается химический элемент фосфор О, я не знаю, что это было PH Это PH? П Я не знаю П F Напрашивается PH Ну и... Нет PH C Ну просто обычное F по-моему PH Какой буквой обозначается сила в физике? Я не знаю Я не знаю О, черт О, черт О, ты... F F А А Сила, 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 сила... Сила, сила... Щас, щас, щас... Физика C Ф Именно который предмет я ненавижу Ты задаешь эти вопросы Там еще и другие будут Пока эти А, честно нет В какой стране самое большое население? Наверное, в Индии, ребят. Индия? По неофициальным, да. Китай. Если официальная статистика, то Китай. Китай, по-моему. Да, правильно. Кто такой Аристотель? Кто такой Аристотель? Я, честно говоря, не знаю. Он артист. Существует, да? Он философер? Правильно. Философер. Да. Древнегреческий мыслитель. По-моему, профессор какой-то наук, наверное, может. Ученый древнегреческий. Философ древний какой-то. Ну, древнегреческий мыслитель. Назовите самое большое наземное животное. Это может быть жираф. Элефант. Я скажу индийский. Африка. Я думаю, это будет элефант. Африка. Правильно. Элефант. Африка. Правильно. Наземный жираф, по-моему, я думаю. Он большой. Слон. Да, какой слон, знаешь? Индийский слон. Слон. Какой? Африканский. Правильно. Слон. Какой? Африканский. Которые по земле ходят. Ну, тогда слон. Индийский. Ой, африканский. На каком полюсе живут пингвины? Пингвины. Норс? Норс пол. Саус пол. Что все говорят, что это значит? Норс пол. Саус пол? Саус пол. Да. Саус пол. Правильно. На северном полюсе. На северном? На южном. Ой. Какие-то с подвохом, наверное. А в чем тут подвох? На южном. Правильно. На южном? Да. Земля плоская или круглая? Люди действительно понимают, что это не правильно? Эдди, браво, прекратите. Это ровно. Это ровно. Это ровно. 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 Сторонняя к теории плоской земли. Вот сейчас у меня брат, летчик-штурман на дальней авиации. Потому что, ну, облетите вот так ее. Я не знаю, почему она. Почему вот так кругоцветное путешествие все? Почему вот так не делаете? Через северный, пожалуйста, северный центр. Вот представьте, тарелку, да? Северный – это центр тарелки. А южного полюса такого нет. Ну, я сторонник. Круглая. Она на трех слонах стоит и на двух черепахах беременных. Круглая. Круглая, да. Без чего человек может прожить дольше, без воды или без еды? Как расшифровывается СССР? Я не знаю, я не могу сказать. Блин, я знаю, это как... Чуть-чуть, чем мы встали, тем больше... Я забыл. Что-то, это ракет, я знаю. Я знаю, что это ракет. Ракет? То есть, это Соединенные Советы Социалистические Республики? Соединенные Советы Социалистические Республики. Советский Союз Социалистических Республик. Советский Социалистических Республик. Советский Социалистических Республик. Правильно. Советский Союз Социалистических Республик. Как расшифровывается ВИЧ? I know what it is. I don't know. I do not know. Have no clue, I forgot. Her... She's... Something vineous Это последний. Я не знаю, что это HIV, но я знаю, что это AID. Что это AID? Синдром autoimmunodeficiency. 18-й век? В 19-ых году. Вы же говорили, что это было 15-го века? Да, это 90-й век. 18-го века? В 19-е. В 19-е. В 19-е? В 19-е. В 19-е? В 19-е. В 19-е. В 19-е. В 19-е. В 19-е. В 19-е. Правильно. Ну, это 19-е. 19-е? Да, так получается. 19 игр. Правильно, да, правильно. Сколько игроков в хоккейной команде на поле? Хоккей. Я хочу сказать 8. 5. 6. 6. Я думал, это 5. 12? 1 команда 6. Да, правильно. Это 12? Да. В 2 команда. 6 и 6. 12? Да, правильно. 9. 7. Предполагаю, где-то около 8, наверное. Человек 6. Я, честно, не знаю. Да. Великолепная пятерка и вратарь. 6. В какой стране принадлежит этот флаг? В каком стране это? О, это Франция. Нет. Это Мексика. Италия. 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 Они все должны сказать флаг. Армения? Италия. 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 Италия? Да. Он играл. Ирлый. 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 Тот, который Конор Могрэх, выступает же. Нет, не Ирландия. Это был Ирландия? Да, я думал, Ирландия. Похоже. Похоже. А что это? Случайно не Мексика? Похоже. Но нет. Роберт Ваджо. Это Италия. Это Италия. Я уже все увидел. Все. Это флаг какой страны? Италия. Да, правильно. Италия. Так. Я даже не успел задать вопрос. Он даже неправильно показал. Так, да. Но ты правильно ответила. Молодец. И в этот раз победа опять за Россией. 46-38. Отрыв, кстати, не такой большой. Вы мне как бы немножко даже открыли глаза в своем роде. Какие-то определенные вопросы. Я реально не знал. Почему самолет из Южной Африки? Мне надо в Австралию. Мельбрун, допустим. Почему самолет летит вот так? Почему он по прямой не летит? Он летит не вот так, как вы показали. Вот так, так. А он летит вот так. Вокруг шара он летит. Опять же, в любом самолете есть такой горизонт прибор. Да. Если диаметр земного шара 40 тысяч километров, то тогда через каждые примерно 100 километров летчик, если он летит с востока, допустим, на запад, должен подворачивать направо. А он не подворачивает? Нет. Они как летели, так и летели. Почему нам говорят, что Земля сферическая? Почему? Я без понятия. Даже не хочу... Вот опять же... Самый главный, в принципе, вопрос, который меня интересует. Зачем это ложь? Ну, если это так... Зачем-то, я не знаю, зачем оно. Понял. Абсолютно. Ну и большое спасибо за просмотр, дружок. В комментариях под видео можешь написать, на сколько вопросов ответил ты. Плюс предлагаю посмотреть другие видео из серии Америка против России. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok